Привет, друзья! С вами Рафаэль Unreal, и в этом видео вы увидите генератор свободной энергии, магнитный двигатель. Сегодня я вам покажу самый главный секрет разработчика магнитного двигателя, Слободяна. Единственная тайна, которую он оставил, это пару схем, которые мне удалось добыть для вас. И с помощью этих схем вы сможете построить рабочий магнитный двигатель свободной энергии. Ни для кого не секрет, что обычная наука постоянно скрывает все подобные технологии. Человек погиб, сражаясь с этим обществом, которое скрывает свободную энергию. Все дело в том, что классическая наука просто отрицает существование свободной энергии. И любое утверждение, что этот закон работает по-другому, и вас поднимут на смех. Ну что, сейчас попробуем разобраться, рассмотрим схему, и я вам расскажу, как это было, когда я слышал про этот генератор. Как он работал, и как его можно создать. И откуда берется свободная энергия. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. И добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Друзья, сегодня мы поговорим о главном секрете свободной энергии. Магнитный генератор, как его можно построить? Как вы знаете, все хотят повторить магнитный вечный двигатель свободной энергии. Но мало у кого это получается. И сегодня в этом видео вы увидите секретную схему свободной энергии, которую оставил нам Слободян. Так что приятного просмотра. Друзья, не забывайте делиться этим видео, поскольку это очень важно. Если бы это действительно были шутки и развлекательные видео, то вы никогда бы не увидели подобные схемы и догадки. Ну что, а мы начинаем. Сейчас, друзья, мы рассмотрим схему, которую мало кто видел в интернете вообще. И если бы со Слободяном ничего не случилось плохого, то есть тот изобретатель, который сделал этот магнитный двигатель... То в данный момент мы бы не смогли посмотреть эти схемы. Эти схемы, друзья, были показаны в частной приватной беседе, когда Слободян, изобретатель вот этого магнитного двигателя, он показал вот эти схемы. Мол, смотри, это действительно работает. Ну что, друзья, теперь кульминация. Схема. Вы же все хотите так получить схему, но не понимая, как оно работает, оно и не заработает. Надеюсь, что вы готовы, потому что сейчас вы увидите схему этой установки. И дальше я потом попытаюсь объяснить простым языком, как это действительно работало. Так, ну что, друзья, теперь начинается самое интересное. Я попытаюсь объяснить, как эта штука вообще устроена. Если вы посмотрите на схему, то она предельно понятная. И здесь вроде якобы нет никакой свободной энергии. Но, друзья, нужно суметь построить эту установку, это первое. Но, если вы сделаете что-то неправильно, и не факт, что по этой схеме у вас получится 100%, потому что даже я еще сейчас не проверял, действительно ли работает эта установка. Но, друзья, именно эта установка была воплощена в железе, которую Слободян продал в Корее. То есть, корейцам. Не в самой Корее, а корейцам. За полмиллиона долларов. Это было еще в те далекие времена, когда он жил в России. Такой гениальный изобретатель. И потом он уехал туда. И после того, как он продал вот этот вот генератор, ему, соответственно, нельзя было его использовать, поскольку все права и все вот это все уже не принадлежало, соответственно, ему. Ладно, давайте посмотрим, как эта штука устроена. Я думаю, ни для кого не секрет, что здесь располагается аккумулятор, конденсатор, маховик, магниты, катушки. И это поршневой магнитный двигатель, друзья. Именно так. Это не какой-то там магнитный двигатель, где энергия берется откуда-то из пустоты, из вакуума. Ну, вполне возможно, что она берется из вакуума. Я не буду утверждать, откуда здесь появляется энергия, но я вам расскажу то, что мне рассказал Слободян. Откуда здесь берется энергия. Слушайте внимательно. В общем, он рассказывал полностью поэтапно, как происходило строительство этого генератора. Он говорит, что... В общем, давайте расскажу по-простому, как примерно я понял. Смотрите, когда мы к катушке замкнутой подносим магнит, и, соответственно, катушка противится этому. Вот. И создается противоположный полюс. Вот. И эта установка работает на таком принципе, что то, что наоборот сопротивляется, он использовал для того, чтобы она отталкивала поршень. Надеюсь, что это будет понятно. Поскольку я эту установку в руках не держал, и, к сожалению, еще не построил, ее еще предстоит построить. И тогда уже станет понятно, а как действительно ее построить. И всякие нюансы. Самый главный нюанс, ребята. Весь корпус должен быть из немагнитного материала. Потому что если у вас, например, магнитный поршень или еще какой-то будет тормозить об корпус, то никакой сверхъединицы вы вообще не получите. Просто забудьте. И второй нюанс, ребята. Здесь не разряжается магнит, не разряжается аккумуляторная батарея, которая подключена к этой установке. Как это работало? Со слов Слободяна. Смотрите. Вот сбоку есть такой кругляшок, маховик. Он его запускает рукой. Обязательно нужна стартовая батарея. Без нее ничего работать не будет. И конденсатор должен быть включен, как показано на схеме. После того, как мы все подключили правильно, наверху находится магнит. Там, где вот эта поршневая часть, она как бы с катушкой. То есть поршень это как катушка, которая ходит туда-обратно. И при этом там есть такие моменты, как герконы и всевозможные датчики. На это тоже стоит обратить внимание, когда более подробно будем все это изучать. Короче, он берет, вот так дергает резко маховик, и поршневой магнитный двигатель начинает просто бешено разгоняться. То есть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И при этом, как только он стартанул, он набирает обороты, и он начинает заряжать аккумулятор. То есть, в принципе, если сделать, подобрать правильное количество конденсаторов или ионисторов, то вы сможете запустить это дело без батареи. Но стартовый импульс, то есть стартовая энергия, она обязательно. То есть, если катушка как бы не зарядится, то смысла в этом не будет. Вся фишка в том, что то, что как бы во всех двигателях откидывается, да, например, то, что магнит тормозит, потому что он отталкивается, например, в генераторе, здесь это используется в пользу. То есть мы имеем механическую силу халявную. А тут, смотрите, тут, ребят, на самом деле все просто, насколько я понял. Здесь устройство работает по циклам. То есть тут нет такого, что катушка в поршне постоянно замкнута, да, и она как бы как генератор работает. Нет, ничего подобного. Здесь как раз таки используется то, что, смотрите, насколько я помню, да, со слов Слободяна, мы включаем питание, подаем, поршень начинает примагничиваться к магниту на конце, как бы, да, поршень, потому что становится магнитом, поскольку это катушка. В определенный момент, когда он подходит, питание отключается, и мы уже получаем как бы генератор. И в тот момент, когда поршень по инерции уходит назад, мы используем его как генератор, друзья. В общем, вот такой цикл должен у нас быть. Справа от мотора там располагаются щетки, они как раз таки и делают вот этот вот цикл работы. Также посмотрите внимательно на самом поршне, друзья, там тоже в определенный момент с катушки снимается электричество, и подается на нее тоже в определенном моменте. То есть, и это все можно сделать на электронике, но это было все сделано просто в механике, как вы и хотите. То есть, просто потом вся эта штука крутится, раскручивается, и просто заряжает аккумулятор. Вы понимаете, на самом деле, я вот эту штуку даже пока не пытался построить, потому что это нужно тысячу нюансов понять, держать в руках, потому что Слободян, когда рассказывал, нужно было подобрать обязательно определенный маховик, потому что если он будет либо больше, либо меньше, то у вас как бы не получится запустить. Например, этот маховик, например, этот двигатель, он не сможет сдвинуть 100-килограммовый маховик, допустим, или слишком маленький маховик, то тоже с ним не будет работать, потому что энергия, она просто будет как бы выбрасываться, и не будет накапливаться на маховике. Так что эта установка, ребята, я советую вам очень сильно задуматься, кто из действительно тех, кто смотрит и хочет попробовать сделать, именно не играючи, что-то поделать и выбросить, а именно реально заняться исследованием вот этой вот установки. Но для меня у вас еще есть много сюрпризов, ребята, и в ближайшие несколько недель я выложу, наверное, еще несколько схем, которые Слободян любезно оставил для нас. Так что пока что на этом все. Если я немножко не прав, поправьте меня в комментариях, потому что даже если я объясню все правильно, может быть он работает чуточку по-другому, потому что в действительности я не держал, к сожалению, этой установки. Ну что, друзья, вот такое вот объяснение. Надеюсь, что вам оно помогло. Обязательно распространяйте это видео, потому что это, ну, в интернете вы такого не увидите. Вот эти все free energy генераторы, которые крутятся сам и которые делают индусы, это, друзья, просто туфта. А вот это, это реально секретные технологии, которые вы, скорее всего, даже никогда бы не узнали, если бы со Слободяном не случилась такая трагичная история. Ну ладно, друзья, подписывайтесь на канал, увидимся в новых видео. До скорых встреч, пока-пока.